вот и мы ставим здравия всем здравствуйте курган сейчас одну секундочку так шелепа здравствуйте кузнецов казачинская здравствуйте выборах хватится по конечам разве вот а мы возьмем и заглянем я его покритиковал почему отчетов не вижу ученик называется так я не знаю ребята то есть это я нажал честно а в этом я не разбираюсь где вас тут найти и кто для меня дочь естественно никогда не заглядываю я хочу сохранить психику порядке так выхожу отсюда наверное я чего-то не понял попробуем забраться на обратно вебинар в общем александр я нажимал честно смотрим дальше попал куда-то в тик ток так не на баркова по моему первый раз слышу про не на баркова а может быть как бывает хорошо забыть и старая мастера либо а не назовите надежда александр смотрите хорошие ролики на ю тубе так коллекса досмотреть александр николаевич гражданин песоцкий почему я ваши ролики не вижу почему я их не распространяю а как так получается непорядок идем дальше отругал не отругала пожалел ну как старший товарищ галина подольская камень было на двух стрелах ничего не делал все прошло сам правильно галя мне кажется что еще нижняя скалетная ветка защищает ствол солнца марте то есть создают тень от солнца совершенно верно господи как я про это не догадался а также здесь более широкую ауру чем голый ствол так галина увольняюсь тайновидесного места и ведите вебинары я где что не понимаю сразу становись учеником сразу вот смотрите подольская и они не это не утрирую я не это не ерничаю вот уменьши письмо спасибо вам на всякий случай повторяю нижняя скалетки и ветка защищает ствол солнца марте ну естественно здесь не раз нет повода белить то есть создают тень от солнца а также сосуд более широкого чем более ствол ну насчет аура я тоже с вами согласен просто понятие аура это для меня биополе а ну сейчас мы права шифровать не будем но то что вы знаете что такое аура мне еще раз говорю берите в ученики так якорю наталья александр александр по поводу шереметь его не знаете случайного координата я тоже не загрузка область увидели вот так попался александр давай теперь доставай координаты где хочешь вот может не обязательно в этот вебинар может следующий ну надо для этого и встречаемся как это так мы не знаем шереметь его которого растут через непорядок смотрите здравствуйте бухтияр в казахстане здравствуйте зоя юрьевна почему нельзя весной сердца червяки сразу плевать ведь не всегда получится хорошо и сохранить сожалению на севере и в сибири одна проблема дожить бы до весны не подмерзнув вот с этим сталкивался у меня есть фотографии я же что делал сейчас я обленился но тогда я просто отрезал ветки допустим феврале мне интересно что себе будет ставлю воду в марте в феврале они уже просыпаюсь я вижу 27 точек пусть проснулась это я уже понимаю с одной стороны что понятно ветка подмёрзла и соседи я уже не буду брать за зиму подмёрзла да на согласии зима норма то есть я сибирякам северянам даже раньше не советую жителям допустим хабаровского края не советую то есть я посоветую заготавливать их после первых морозов возьмем юг казалось бы ну красотища уж на юге то они замерзнуть не могли марте в апреле нарезал еще не проснулись успел вовремя сейчас 5 и плевать они мертвые почему рассказываю особый случай я несколько раз отказал но вы подвигли чтобы я рассказал еще один раз и так значит получая от известнейшего садовода узнал о нем из присоединенного хозяйства там и адрес был телефон и написал письмо хочу все лучшее ваша коллекция не прислал черенки абрикос когда открыл посылку черенки были все черные то есть мертвые извините что повторяю вот вопрос задал чего я задал я звоню и говорю уважаемые коллега там как так случилось то я заплатил и даже помню цифру до сих пор извини за выражение я же украинец полторы тысячи по тем временам большие деньги ответ вот этот который мне ошеломил видимо не первый был для него звонок такой недоуменный а что же вы хотите у нас ноябрь плюс декабрь плюс январь у нас это самое зеленая трава а потом раз и все померзло а он живет намного выше меня я же добывал то на юге черенки и вот получается что да кстати вот это одна из причин почему нельзя пинить что мне ученые завалили черенками роскошных сортов а я только привел то есть то что может любой этот самый человек сделал вот есть выражение как дурак на поминках наелся так и тут как дурак на это самый взял привел на готовы и все у меня я теперь чувствую себя хумом королем был случай есть до сих пор фамилии не назвал ни разу один человек его нет живых он уже надеюсь в район хороший человек вот но его один раз у него нервы не выдержали он печатался его последним браурное было письмо напечатано в газете о том какой у него прекрасный кемеровской области сад получился великолепный и он сделал вывод мы сибиряки не хуже людей так вы у нас большое будущее у нас все прекрасно на следующий год морозы были под 50 его сад был уничтожен антон орех подтвердите что у вас такие морозы были его сад был уничтожен а у меня нет но у меня теплее у меня не все смягчает климат самое главное мне врать то не приходится или допустим 45 а у меня допустим 40 42 а это уже ну урожай там какой-то пропустил ну сад оцел и вот эти несколько градусов сделали нас лютыми врагами вот злоба была лютая и он давай это самый везде и всюду тем более интернет боился вот это случай такой особенный то есть человек сильно рано объявил о победе над природой а природа отомстила жестоко ему вот понимаете почему я так подробно это говорю вот и получается представим себе что тот самый случай пришел к вам на украине минус 30 могут замерзнуть подмосковье минус 35 могут все померзнуть а с виду живые а вы ветки срезали а привателем мертвую вот теряете а у меня проще я дождался первых морозов и какие морозы чтобы деревья уснули ни одного листика на дереве пришла зима сегодня два листика минус 10 жду минус 15 жду 20 жду холодновато мне возраст сказывается я еще несколько дни жду спускается температура до минус 5 10 чистая совесть я иду резать комфортно не на не мерзну я сибиряк наличали вот так вот как я на ваш вопрос ответил я бы мог ответить двух словах но тогда непонятно тем более что нельзя сказать да режьте весной и я резал весной забыл осенью срезать весной отрезал понадеялся что зима будет теплая так ну теплая понятно до 35 до 38 это считается у нас теплая вот он понадеялся потом бак 40 я это на ветке срезал ставлю воду они мертвые ну чё нормально объяснил ну двух словах не смог в двух словах это надо так говорить да режьте да не режьте всего это позже 8 там начали зимы знаете друзья это добавить звонки очень полезные всем а вот железо на проводе так я все все понятно наверное это вас чуть-чуть наверное это вы сейчас сразу вернусь почему я принципе ответил закончил вопрос на ответ ответ на вопрос резать или позднюю осенью не бывает идеальных случаев иногда замальчиво отрезать весной но к сожалению можно нарваться на мертвые так вот кстати александр ребрик присоединился и меня кажется так все я я возвращаюсь к вашей ссылке а вы не отключает не отключайтесь вот по вот это может это 2 я сейчас направо нажимаю александр а вот он елки-маталки так я даже не обижающий назвали дураком зато у нас есть сафронов зато у нас и железа знаете почему не обижаюсь я подтверждаю я дурак дураком но у нас есть такие друзья вот сафронов антон юра железов юрий владимир железов вот и еще и еще и еще и девочка это самая студентка которая я надеюсь вы хоть из всех пришел по 100 рублей чтобы я не один я платил и за за монтаж фирма вот и теперь я вижу вас вы не отключились тогда допрос что там что там за грушу ну-ка это груша ладно брал ее я черенок у родственника так привал на дикую грушу у меня была дичка посажена так дело в том что это грушка у лады есть одна особенность скорее всего это она бывает так становится пухленько как будто ее натули как шагово в 8 похоже на ладу она а а я-то и сказал а я и сказал тогда получается я вас второй раз не обманул раз я подозреваю что то ладно все спасибо александр очень приятно вот такие должны быть вебинар вот такие вот я жду от других такого же и таких ссылок и таких фотографий мы должны утереть нос тем кто не вырастил ни одного саженца на нас смотрят с презрением заметьте не просто как с чужими людьми как с презрением а что они там увидели все ладно спасибо 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 так еще у меня особое отношение к тем кто говорит я посадил школе я посадил аллею я посадил на улице это значит что следующий заказ два раза дешевле а если еще напомнить про аллеи тогда еще и подарки это так слово извините это как бы не навязчивая реклама вот чтобы чек не только сам тратил деньги но еще и это чтобы я помогал ну да вы мне уже делали скидку по этому поводу я вам говорю уже однажды что сажал такую аллею вы мне уже скидку делали ну значит я не болтаю ну что александр ладно будем заканчивать еще не все письма проверили давайте пока все хорошего надеюсь вас слышно было слышно 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 тут самое интересное что на несколько секунд всегда мой голос отстает от того который там поэтому я боюсь не было без боя так лекция нет я живу в канаде 40 соток так ой господи хоть бы мне кто сказал как выслать канаду чтобы еще и не арестовали это вопрос ко всем вдруг кто-то подскажет а я пока возвращаюсь куда 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 вы удалились сейчас секундочку я найду секундочку вебинар ага вот здесь значит так что получается это этот вебинар или другой а этот этот вот он александр поехали дальше санкт-петербург здравствуйте надежда полюсандра смотрите есть хороший ролик а да мы это говорили так кометь была на двух сливах все прошло мы читали нижние скелетные ветки защищают Галина повторяю если что уваляюсь садитесь на мое место потому что я не догадался что это лишний козырь что нельзя отрезать защищение солнца а я не догадался я помню я переслал пальцы загибал а вот это я не догадался вот теперь так координаты фереметь его посмотрим ниже будут не будут так так шишан николаевич привет вот Продолжение следует...